Елена Баранник с нами на связи, начальница отдела коммуникации и главного управления национальной полиции в Харьковской области. Елена Борисовна, приветствую вас в эфире Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Начали коротко так вот о ситуации в Харьковской области. Я рассказал, какая в целом обстановка в регионе за последние несколько дней получалось ли у российских оккупантов, возможно проводить эскалацию на территории области, увеличивать количество обстрелов гражданской инфраструктуры? Ну, вы знаете, я хочу сказать еще, что обстрелы Харьковщины, вы следите за новостями, вы новостейщики, они не прекращаются. Харьковская область, особенно при фронтовые районы, они страдают от постоянных обстрелов. Обстреливают с различных видов вооружения. Это РСЗО, это авиабомбы, это артиллерия и минометы. Страдает, безусловно, население, потому что если проанализировать все то, что прилетает и куда прилетает, это буквально жилые районы, это жилые дома, это частные домовладения. То есть там живут люди, нормальное гражданское население. И постоянно прилетает, и сколько раз мы выезжали, смотрели, где все это прилетело, как это все происходит. Мы бывали нашей съемочной группой и в Копинске, и в Волчанске. И это все реально вот жилые постройки, где даже в поле видимости нет ничего похожего, ну хотя бы даже на промзону. Поэтому это такая целенаправленная атака на гражданское население, чтобы люди начали бояться, начали паниковать и перестали доверять нашей власти. Вот в этом как раз контексте, вот я говорил об эвакуации, да, люди, 88 человек, ну это мало довольно, скажем, кто-то может сказать. Люди отказываются выезжать с территории, ведь я, ну, учитывая то, что вы сказали, что постоянно, ежедневно идут обстрелы. Кстати, вот тут тоже сейчас сразу передышек, как я понимаю, российские оккупанты, грубо говоря, не дают. Обстрелы каждый день, каждый час. Обстрелы практически каждый день, вот даже сегодня с утра уже три района области было обстреляно. Копянский, Чугуевский, Харьковский район, непосредственно Копянск, села Глушки, Вкопещаны, Глубокая, Липтик, Стрелечи. То есть это постоянно, ну, это постоянное уже, это не переменное, а постоянное. Постоянно есть эти обстрелы. Что касается эвакуации, она у нас сегодня принудительная. Это касается семьи с детьми, потому что дети не должны находиться в таких условиях. Есть родители, которые это прекрасно понимают, и они сами просят местную власть организовать и вывести, помочь им вывести детей. Есть такие семьи, которые боятся оставить свое, людей безусловно, можно понять, боятся оставить свое хозяйство. Куры, козы, там еще что-то. Сами 50 лет строили этот дом к кирпичику, к кирпичику. И им безумовно это все очень жалко оставлять и страшно уезжать в неизвестность. Но, тем не менее, таковы реалии. Приходится это делать, особенно, как я уже сказала, это обязательно примусовая эвакуация касается семьи с детьми. Дети не должны находиться в таких условиях. И дети должны учиться. Что касается прифронтовых районов, там есть связь, но она, скажем так, очень и очень нестабильная. Поэтому, безусловно, детвору нужно вывозить, чтобы хотя бы в режиме онлайн они учились, получали знания. У них не было этого огромнейшего перерыва в школьном процессе. Елена Борисовна, когда российские оккупанты оккупируют очередной населенный украинский пункт, для всемирной аудитории они показывают о том, что пришла Россия, теперь все раздолье, все хорошо. Хлеб раздают, продуктовые наборы раздают, начинают якобы там что-то восстанавливать. По крайней мере, пытаются, собственно, показать. Расскажите нашим зрителям. Freedom это международная платформа. Мы вещаем на Европу, на другие государства, Ближнюю, Восток, Азию и прочее. Как себя ведут оккупанты, когда захватывают, заходят, закрепляются в городах Харьковской области? В каких случаях известна национальная полиция региона? Вы знаете, я вам отвечу на этот вопрос, но я все-таки начну с того, с чего и вы начали. Что они приходят на наши территории и начинают раздавать гуманитарную помощь. Это обязательно под камеры, это обязательно с каким-то таким шаленным сопровождением. Вот пришла Россия, которая будет помогать. А не заглянут ли чуточку раньше, до оккупации? Мы вообще слова гуманитарка практически не знали. Мы его не слышали. У нас работали магазины, у нас работали сельские лавки, у нас работал городской транспорт, сельский транспорт, у нас работали маршрутки, у нас ходили поезда, и у нас люди были живые. Понимаете, сегодня, получается, мы должны быть благодарны России, что она сначала уничтожает под самый корешок наши села, наши города, убивает наших людей, и мы должны быть им благодарны за то, что после этого они нам выбрасывают вот эти подачки в виде хлебушка, в виде там, ну, я не знаю, что они там еще привозят, может быть, муку, может быть, еще какие-то продукты. Это цинизм, это цинизм высочайшей просьбы, пробы. И мне кажется, весь цивилизованный мир, во всяком случае, люди, которые относят себя к цивилизованному миру, понимают, какое дно пробивает Россия, понимают, что они это делают, ну, со всем цинизмом, на какой только способен человек разумный, трудно даже говорить это по отношению к россиянам, и поэтому радоваться этим подачкам, ну, не приходится. Я понимаю, что люди в безвыходном положении, потому что когда приходит Россия, начинается мрак. Куда ступает нога российского солдата, начинается ад. Проблемы и просто невозможность жить, как нормальные люди. Что касается все-таки вашего вопроса по поводу того, когда приходит Россия, что происходит. Вы знаете, вот сколько, опять же, я ездила и общалась с людьми, которые пережили оккупацию. В основном это проклятие, да. Я помню, что буквально где-то после 7 сентября, когда мы поехали в Купенск, 7 сентября был освобожден Купенск, и мы встретили на улице мужчину, и я к нему... Мы не записывали это. Я просто к нему подошла и говорю, а расскажите, пожалуйста. Мы привезли туда журналистов. Было много иностранцев, и они пошли опрашивать людей. Кого находили еще людей, было не так уж много в Купенске. Этот мужчина сказал, это ад. И если только происходит то, что на вашу землю, в ваше село приходит россиянин, бегите оттуда. Иначе вас ждет просто страшная жизнь. Это пытка. Пытка, может быть, даже не в прямом смысле, хотя у нас и такие, к сожалению, были ситуации, эти криминальные проваджения, они расследуются. Но это пытка для человека, который жил в вольной, свободной стране, воспитывал своих детей, имел какие-то планы на будущее. Это пытка жить в оккупации, зависеть от непонятно кого, от каких-то людей, жестоких, своенравных, нервных, с оружием в руках и считающих себя властелинами мира. Поэтому, ну что рассказать. Вы тоже знаете о том, что после деоккупации мы работали, полиция Харьковщины, объединенные загоны со всей Украины работали в Изюме, на массовом этом кладбище, где было похоронено около сотни людей, из которых еще были именно замученные, закатованные люди с огнестрельными ранениями, с переломанными руками, с переломанными ногами, со связанными руками. То есть, ну что говорить. Оккупация – это оккупация. Сравнить с нашей жизнью в мирной, свободной Украине – это невозможно. Да, понимаю. Елена Борисовна, еще о нынешних действиях российских террористов. Обстрелы продолжаются и Харькова, и региона самого. Есть ли вот о Харькове? Не так давно было попадение в телебашню? Фестиваль просто был мнений от российских пропагандистов. Одно из них о том, что на этой башне телевизионной были системы наведения огня. Якобы Силы обороны Украины чуть ли там на башне, я так понимаю, сидели. Где именно? Тоже вопрос на самом деле. Да, глупый вопрос, Елена Борисовна. Но тем не менее, как использовалась телебашня в Харькове как место наведения огня для Силы обороны Украины? Вы знаете, на сегодняшний день она практически не использовалась, и уж тем более она не могла использоваться как система наведения огня. В эту башню уже были прилеты, поэтому там разворочены. Я, кстати, как человек, у которого есть определенный стаж работы на телевидении, я в одном из корпусов, который сегодня просто сруйнованный в щент на этой территории, я была редактором новостей, я там работала. Сегодня там нет телевизионщиков, сегодня там только охрана. И говорить, что там вот россияне добились какого-то потрясающего результата, завалив эту башню, у нас по-прежнему работает телевидение, у нас есть кабельная связь, у нас есть мобильная связь. То есть харьковчане не потеряли в плане информационного информирования граждан о том, что происходит в стране, абсолютно ничего. Потому что эта башня той роли, которую она выполняла до войны, она сегодня уже абсолютно не выполняет. Да, ее будут восстанавливать, потому что там есть какие-то ретрансляторы для каких-то каналов. Но если учишь, что у нас сейчас в связи с вот такой тяжелой обстановкой с обстрелами практически все телевизионщики работают в сети, и такого эфирного, чистого эфирного мовленя у нас его вообще не существует, то я не знаю, чему радуются россияне. Ну, радуются. Да, еще один аспект террористической деятельности соседнего, к сожалению, соседнего государства. Это удар двумя из 300 вблизи больницы. Господин Терехов, это глава городской Харькова, сообщал о том, что на тот момент было 900 человек в этой больнице и 250 человек персонала. 900 пациентов, 250 персонала. О последствиях этой атаки Елена Борисовна по состоянию на сегодня, на 28 апреля. Можно ли детальнее? Вы знаете, ну, это жуткое зрелище, потому что больница специфическая, да. Мы когда ночью приехали, я увидела эти вырвы, эти воронки. Ну, одна была практически полностью заполнена водой, там диаметр, по-моему, больше 10 метров, говорили наши выбухотехники. Глубина там до 5 метров. Ну, это страшное зрелище. И одна воронка, она как раз была возле одного из корпусов, который, ну, наиболее пострадал. Там вылетели окна, не только стекло, но и рамы, там покореженные двери. Как раз в этом корпусе пострадала женщина, ее разбила осколками. Это пациентка, это больной человек. Мы видели, как она себя ведет. Вот ей там оказывали помощь, когда мы приехали. И это, ну, это страшно. Вот это страшно, что люди страдают от того, что кому-то пришло в голову, что можно заставить целый народ, свободный, вольный, действовать по указке, перестроиться так, как кому-то в бункере захотелось, и заставить наших людей бояться. И вот влупить по психиатрической больнице, но это даже не цинизм. Ну, да, это не цинизм, это преступление. И мы смотрели, как вот этих больных людей их выводят из вот этого пострадавшего корпуса и переводят в другой, уцелевший. И вот как их укутывали в одеяло, потому что это была ночь. Они все были страшно напуганы. Им же не объяснишь. Вот они как дети, которые только-только начинают познавать мир. И вот в этом весь ужас, что население, гражданское население вот страдает так, потому что соседняя страна, которая почему-то до сих пор называет нас своим братским народом и рассказывает, что они с нами померятся, решили прекратить войну, убивая нас. Абсолютно точно. Вот это страшно. Но полиция работает. И одну секунду я хочу сказать, мне кажется, это очень важно. С начала полномасштабного вторжения наши следователи внесли до реестровых досудовых расследований уже больше 19 тысяч фактов нарушения законов из вычая войны. То есть это криминальные проваджения. 19 тысяч 500 там с чем-то. То есть это 19. Это только, я говорю о Харьковской области. Это только Харьковская область. Так. И еще другие территории Украины, которые либо находятся под оккупацией. Да, и у каждой территории Украины своя вот такая черная история. Черная страница истории. О деятельности также. Коллеги, можем показать сейчас картинку? Да, вот. Это фотография. Ее выставил Алексей Негубов, глава Харьковской областной военной администрации. Для наших зрителей поясню, российские террористы ударили ФПВ-дроном по гражданскому грузовому автомобилю возле Волчанска вблизи. Ну то есть объясним нашим зрителям, несмотря на постоянные военные действия, все равно ездят грузовики с продуктами. Все равно, то есть, ну жизнь пытается идти своим чередом. Пытается. Если бы не было российских террористов, она бы шла непосредственно. И это был, как я понимаю, прямой удар ФПВ-дроном по гражданскому автомобилю. Ну то есть мы не видим тут светохаки, по крайней мере, который показывал, что это автомобиль военных. Такие случаи часто происходят, когда эти террористы Российской Федерации бьют прямо направленно дронами, другим вооружением по гражданским автомобилям. Ну вы знаете, дело в том, что речь ведь идет о том, что они применяют дроны не только по гражданским автомобилям. Ну что касается именно автомобилей, вот совсем недавно, буквально, по-моему, 2-3 дня мы сообщали о том, что как раз дрон прицельно ударил по легковому автомобилю, в котором ехала семья волонтеров. Отец, мать и их сын. Они все получили ранения, там острая реакция на стресс. У нас также была информация, это тоже, по-моему, это происходило в Копинске, когда на своем огороде погиб человек, гражданский человек, мужчина, потому что тоже там прилетел дрон российский, и вот он ударил по жилому дому. Поэтому это система, они могут, они и запускают. Это же совсем рядом, тот же Копинск, тот же Волчанск, это совсем рядом. И они запускают эти дроны, и они стреляют. Для них это, опять же, как-то наш генерал Владимир Владимирович Тимошко сказал, когда ему задали вопрос, зачем они это делают? Но ведь понятно, что едет совершенно, ну, цивильно гражданский автомобиль. Он говорит, и почему они все время стреляют по гражданским? Они стреляют, потому что могут. Вот они рядом, а мы покошмарим. Я думаю, вы помните, вот это видео уже после того, как подорвали Каховскую ГЭС, вышло, как россияне, сами россияне отсняли. И как им было весело, что подорвали эту дамбу, и полилась вода. Они веселились, им весело. Они пришли сюда к нам убивать. И мне кажется, в этом уже никого убеждать не нужно. Елена Борисовна, спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо национальной полиции Украины за то, что вы делаете ежедневно. Ежедневно. Это не российские полицейские, которые не выполняют роль правоохранительного органа. Это силовики, которые с дубинками готовы дубасить своих же граждан. Украинская национальная полиция – это защитник украинского народа совместно с силами обороны Украины. Спасибо вам огромное. Елена Борисовна Баранник была с нами на связи, начальница отдела коммуникации Главного управления национальной полиции в Харьковской области. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин